Здравствуйте, наши дорогие девочки, дорогие мальчики, все любители машинного вязания. У нас сегодня очередной четверг, мы вяжем очередные носочки. Номер девять. Девять, девятые носочки, то есть к созданию очередного носочка. И традиционно расскажу, что мы вяжем, на чем мы вяжем и из чего мы вяжем. Начинаем с самого главного нашего компаньона. Это наша машинка, машинка Silvered 840. В данном случае нас интересует только наличие второй угольницы, но мы всегда предупреждаем, что практически любое изделие, связанное на двух угольницах, можно переработать на изготовление на одной фантуре. Поэтому, если кому-то понравятся наши носки, вы их тоже сможете связать, имея на фантурную машину. Вязать будем из акрила. Это тоже традиционный материал. Детская новинка пихорка, высокообъемный акрил. 200 метров 50 грамм, то есть 400 метров 100 грамм. Такую пряжу вяжут все машинки, она им всем нравится. Почему вы выбрали? Потому что мы не носки вяжем, а показываем вам схему вязания. Вязать буду из двух цветов. Но на самом деле такие носки, тем более если это схема, они не требуют четкого расписывания порядка цветов. Если это требуется, я обязательно прикладываю сюда еще и порядное описание по смене цвета. В данном случае я этого не делаю, потому что у меня нет симметричных деталей. Если я где-то какие-то полоски сделаю фантазийно, это ничуть не испортит нашу конструкцию. Итак, деталь состоять будет из множества поддеталей нашей изделия. Первая деталь будет связана резинкой. Итак, вяжем 76 петель, провязываем 30 рядов резинкой и дальше будем вывязывать вот эти вот выемки. Нить начинаю я с бордового цвета. Бордовая резиночка. Я делаю резинки один на один, потому что... Проверяю каждый раз, что у меня выставлены все иглы, которые нужны. Делаю набор гребенку. Мне всегда это действие закрепления гребенки кажется каким-то мистическим. Я не понимаю, что это такое. На ощупь что-то там навешивается, потом загоняется иголка в куклу Вуду и так далее. И пошли вязать. Это как ритуалы. Ритуал, да. Ритуал, как начнешь, так и провяжешь. Немножко изменили плотность на более рыхлую. Провязываем два круговых ряда. Убираем круговой, ставим плотность еще порыхлее. Вот там нужно в переднее положение для того, чтобы в машине было легче провязывать этот сложный ряд соединительный. Один ряд. Подтянули вниз вязание. Посмотрели, что у нас все получилось. Счетчик на ноль. И теперь вот мы с вами в этой точке. Мы начали вязание. Мы сделали заработок. 7,6 петель. 30 рядов я вяжу на плотности 8,8. Обязательно указываю себе плотность, потому что, во-первых, каждое изделие может иметь разную плотность. Во-вторых, разные пряжи имеют разную плотность. И в-третьих, можно просто забыть, какая плотность на этой пряже, на этой изделии может быть. Поэтому каждый раз, когда мы создаем схемы, либо записываем свое изделие, не забывайте указывать плотность, которой вы вяжете. Не только ряды и петли. Удивитесь, насколько это облегчает жизнь. Все, 30 рядов я провязываю. Мы с вами находимся вот в этой точке. Мы сейчас вот тут. Мы провязали 30 петель. Теперь мне нужно сделать надвязку по 10 рядов с одной стороны и с другой. В середине я ставлю 16 петель. Это вязание для того, чтобы вязать центр ноги. 16 петель я оставляю, чтобы оставить. Я буду вязать кулеркой потом. Я это знаю, что я перехожу с резинки. Поэтому я сразу эти 16 центральных петель перекидываю на основную угольницу. Поскольку я все время вяжу, центрую относительно нуля, потому что симметричная деталь, так удобнее. Поэтому уберем и от нулика 8 в одну сторону, 8 в другую, спокойно пересаживаем. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Надо убедиться, что здесь их 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вот это остается. Ну, в любом случае, сначала, раз у меня рабочая уник с одной стороны, я буду ее провязывать. Со остальной я буду ставить в переднее положение, как стоят. Потом отсчитаю свои 16 петель и буду провязывать то же самое с другой стороны. У меня часть полотна на иглах, часть полотна я сейчас буду провязывать. Это значит, что я включаю ручки частичного вязания на обеих каретках. Потому что у меня машинка не должна забирать иголки в работу. Плюс к этому мне сейчас, прямо сейчас понадобится семерка. Потому что, с одной стороны, чтобы у меня была хорошая оттяжка, у меня гребенка находится на двух грузах. Для того, чтобы у меня хорошо оттягивалась та часть, которая мне нужна, я снимаю груз с противоположной. У меня пошел перекос груза на мою нужную сторону. То есть та часть у меня не оттягивается, это оттягивается. Здесь будет уже хорошая оттяжка. Плюс к этому семерка и маленький грузик вот этот. Сейчас прямо я беру и ставлю эту семерку на петли края этого полотна. Частичное вязание включено, плотность стоит. Все, аккуратненько провязываем 10 рядов, периодически переставляя семерку. Никаких обвилов, обкрутов мы не делаем. Так, периодически переставляем. Пять, семь, семь, восемь, девять, десять. Все, мы провязали 10 рядов. Теперь я перекидываю на другую сторону эти петли и закрываю их. Можно было оставлять открытыми, но в данном случае я их закрою, потому что моя задача, еще раз скажу, не провязать вам подарочный носок, а показать схему именно вязания. Как вы будете оформлять этот носок, это уже ваша фантазия, ваше умение, потому что от того, что я вам сейчас покажу способы оформления, вряд ли вы прямо так их примените. Вы будете все равно применять свои какие-то способы, которые вам понятны и приятны. Поэтому соединять потом все детали можно будет по открытым петлям. Это значит, сейчас сбрасываем на открытые петли. Можно будет внешним швом, внутренним швом, вот как захотите, как привыкли, как вам удобно. Вот я бы сказала, что мы как школа машинного вязания, мы себя профессионировали именно как школа. И нам кажется, что стенки и все это людям не так нужны, как людям нужен полет фантазии и самовыражение. Но это наше убеждение такое, потому что мы действительно знаем машинное вязание от и до. Те, кто к нам приходят и говорят, что мне не нравится ваше изделие, потому что оно красное или зеленое, поэтому я вязать не буду. Это говорит о том, что человек в принципе не понимает, что машина, на которой мы вяжем, может быть любая машина, на которой мы вяжем это изделие. Пряжа, из которой мы вяжем, это не та, что она единственная, эксклюзивная и только для этого изделия подходит. И точно так же, как узор, который используется в данном изделии, он тоже не единственно возможный. Поэтому мы все время стараемся говорить о том, что мы вам показываем схему, внутри которой вы вольны действовать, как вам нравится. И схема это в основном все-таки контур и информация о том, как его провязать для того, чтобы где-то сделать нужную убавку, где-то уменьшить плотность, где-то увеличить. Но вот то, что идет одним цветом, это делается либо одним цветом, либо одним каким-то рисунком. То есть мы показываем цветность ровно для того, чтобы вы понимали, какой фрагмент как связан. То есть один элемент вяжется одним цветом, и вы издалека видите, что это один элемент. Обычно все-таки мы не разделяем эти элементы, не вводим туда... Ну, как я называю, в мирной жизни. В данном случае это показательный учебный носок. То есть мы не призываем вас вязать такие пестрые носки всю жизнь, мы показываем вам действительно каждую деталь отдельным цветом. Часто присылают отчеты, связанные действительно в одном цвете. Вот носок такой яркий и нарядный, а присылается отчет, связанный как обычно традиционно серо-черный. И вот эти усилия, они просто непонятно зачем тогда прилагались. Потому что смысл в том, чтобы увидеть смену направления, смену вот этих вот деталей, которые необычны. Если все вязать в одном цвете, то лучше вязать просто нарядные носки. Проще в каком-то смысле. Ну, вот люди, не все люди любят цвет. Вот я хочу сказать, что мы к цвету пришли с тобой, потому что мы в детстве были этим цветом обзавлены. Поэтому мы до сих пор наслаждаемся вот введением какой-то цветной нити. Люди, которые выросли среди изобилия цвета, когда идя в магазин, можно было выбрать зеленое платье, красное, желтое. То есть не только серое, а черное. Они, видимо, спокойнее к этому относятся. И поэтому они вяжут черные изделия. Это точно так же, как человек, который голодающий, он не будет пытаться пирожные купить, украсть там или каким-то образом испечь на листой муки, которую у них долго есть. Он будет еду попроще. А человек, который уже искушен, и ему уже простыми вещами не удивишь, он немножко по-другому. И изделия по-другому, и вяжет, и придумывает, и относится к вязанию все-таки как к творчеству, а не как к тому, чтобы заткнуть дыру в бюджете и связать обо что, лишь бы что-то в моем хозяйстве было. То есть будут подарочные носки покупать, вязать, специально купят пряжу для носков, а не из остатков будет. Это определенный уровень. Мы сейчас показываем для того, чтобы вы поняли, что носков может быть огромное, огромное многообразие. И даже если они вяжутся по одной и той же схеме, все равно можно вводить туда цвет, и они получатся более веселые и позитивные, чем если их вязать в одном и том же каком-то цвете. Даже пусть в ярком цвете, но не будет видно этой красоты. Так, смотри, мы снизили экран, как-то он, по-моему, стену-то нет. Да, а ты хочешь побольше? Ну, потому что я пытаюсь... Нет, нет, наоборот. Да. Потому что мне не поставить камеру так, чтобы все видно-то было. Пожалуйста. Хорошо. Ну, можно чуть-чуть поменьше, да. Так, мы продолжаем вяжем вторую сторону. Делаем все то же самое, семью руками. Делаем маленький грузик тут. Я могу навесить ее, сейчас не могу, потому что мне игру в переднее положение. Я провязываю один ряд, он спокойно провяжется. И теперь, поскольку игру все опустились как надо, я могу спокойно поставить семерку на тупик, для которой мне нужно обязательно мне грузиком приезжать. Я переставила груз с правой стороны на левую, теперь у меня придет оттяжка с той стороны, которая нужна. И довязываю еще девять рядов. Раз. Два. А вот ты сейчас вяжешь частичное вязание, да? Это не частичное вязание. Нет. Частичное идет с применением, вот, просто, периодическим выдвиганием. Или просто частями. Не частичное вязание, а вязание частями. Вот, при вязании частями другая технология распределения оттяжек по полотну, как, если она нужна. Ну, естественно, нам при такой машинке нужно оттянуть не все полотно, а только та часть, на которую мы вяжем. Вот мы, собственно, это и делаем. Раз, два, три, четыре, шесть, восемь, восемь. И еще парочку рядов. Если не делать эту оттяжку, у вас поднимутся петли и по машину заклинит. Передите. И делаем то же самое. То есть здесь нельзя повесить одну оттяжку на всю изделие? Потому что одна оттяжка у меня уже висит. Но если у меня оттяжка, вот, на средних иголках я не провязываю, у меня вся оттяжка и будет висеть на средних иголках. А те места, которые мне уже провязать, они просто освободятся от тяжести. И все. Ну, вот одна из ошибок при вязании на двух фонтурах, это неправильное навешивание оттяжка. Очень неправильно. Многие это не понимают, потому что я повесила. В принципе, они понимают. Почему же оно не работает? Оно берет, почему у меня все собирается? Почему ломаются иголки? Почему поднимается вязание? Что же это? Да потому что двухфонтурная машинка, она совсем не то, что она конторная. Вы не видите, что вы делаете. Вы не видите, как полотно поднялось. Вы не видите, как полотно сбросилось. Или еще что-то. Неприятные моменты. Но им тоже нужно занравиться. Ну, вот заодно, как бы скажу тогда, что у нас есть курс второй фонтуры, на котором все эти тонкости рассматриваются постепенно. То есть не то, что нужно делать так, нужно делать так, нужно делать так. А на каждом изделии мы показываем пример того, как нужно определенную технологию применять для того, чтобы ваше изделие вязалось правильно. И сейчас у нас курс двухфонтур состоит из трех месяцев, трех-трех курсов. В каждом курсе по четыре урока. И за вот это время вы узнаете все тонкости вязания на двухфонтурах. В том числе вот эти тонкости навешивания оттягок. И почему, почему и когда это делать. То есть это все... Без этого двигаться дальше нельзя. То есть вопрос, почему у вас все сваливается и все кривое кослое. Первый этап это правильное навешивание оттяжек. Много чего на самом деле важно. На самом деле, на самом деле, на самом деле, мы... Чем хороши наши курсы? Отчетами. То есть мы не просто кинули вам эту информацию и дальше плавайте с ней как хотите. То есть мое дело вам дать, показать, а ваше дело, вот ваше дело. Мы просим отчеты. Отчет это что? Это подтверждение, понимание... Ну, то есть вы не свяжете, если вы не поняли. Если не поняли, задавайте вопрос. Если вы все поняли, вы отлично связали, поехали дальше. То есть до того, как вы не отчитались, мы не можем с вами двигаться вперед. Занятия... Ну, Светлана учитывает всех индивидуально. Если человек никак не может застревать, то есть мы будем добиваться полного понимания темы. Это, мне кажется, очень важно, потому что показать... Ну, показать. Ну, показываю я вам сейчас носки и что дальше. Ну, вот я показываю и объясняю. Я даже объясняю что-то. Но у меня нет цели объяснить это индивидуально каждому. То есть я просто сопутствующие объяснения даю пояснения. Я бы хотела сказать, что вот то, что сейчас происходит, это аналогично тому, когда у человека есть заказ, кофту, платье связать. Он вяжет и заодно рассказывает. Отдаёт заказчику готовое изделие, а по тому, как он вязал, остаётся мастер-класс. Хотите, повторяйте. Хотите, не повторяйте. На ваше дело. На ваше усмотрение. Вот сейчас этот мастер-класс, он ровно такой. Мы ставим задачу продемонстрировать вам необычное изделие. Далее, свяжете вы его или не свяжете, мы вам рассказываем и показываем от самого начала до самого конца. То, как вы поймёте, это уже определяется вашим уровнем понимания. Потому что даже то, как Наталья навешивает, перевешивает иглы и петли, вы можете это понимать, для чего она делает, можете не понимать. Мы не комментируем вот каждую-каждую петлю, которую мы делаем. Показываем и рассказываем в общем, как это происходит. А на курсах, там всё-таки идёт постепенное увеличение нагрузки. На одну информацию наклаиваете другую, и вы начинаете уже понимать постепенно. Потому что, когда вываливается большой поток информации, очень тяжело всё это понять. Значит, сейчас у нас осталась середина. Вот, осталось, мы вот сейчас показываем вот эти вот уголки. Один уголок, второй уголок, вот они, превышающие середину. То есть мы с вами провязали вот эту вот деталь. Эти петли мы сбросили с игол. 16 у нас как висело на иголках, так и висит. Сейчас моя задача, видите, 16 плюс 4 плюс 4. Я беру вот эти вот центральные 16 петель, и на них буду провязывать вторую, все остальные, все остальные детали. Ну, плюс 4 и 4. То есть, и как я буду брать эти плюс 4? Я могу их добрать, а могу их не добирать, а взять из тех 10 рядов, которые только что провязала. Вот, смотрите, часть. Причём 4 петли, которые я добавляю, вот они. Я буду навешивать протяжки на половине вот этой вот детали, то есть на 5 рядах, грубо говоря. Беру протяжки, нахожу середину и навешиваю. В общем, это такая хитрость, которую вот мне на готовом изделии было не понять. Её смысл, но когда вы увидите, вы поймёте, для чего это было сделано. То же самое делалось и вторую страну. А мне очень понятно. По мне это очень логично и правильно. С Удлами говоришь, что надо попроще, но я считаю, что это оптимально. Да. У меня пространственное воображение видно, но в вязании, вот честно говорю, ничего не понимаю. И каждый раз думаю, наверное, надо бы что-нибудь изучить. Но потом понимаю, ну если не хочется, ну зачем мне этим заниматься? Ну не хочется. Изучать машинное вязание досконально. Мне интереснее придумать идею, которую Наталья как технолог обработает и выдаст готовое изделие. Знаешь, мы с тобой работаем по принципу вязание машины, куда тут пряжу кидать, да? Я подхожу, кидаю в тебя пряжу и выстреливается готовый носок. То есть моя мечта, она выполняет меня. Ну классно. Я даже как-то не думала, что у нас все так. А я тем временем, поскольку мы будем вязать только на вот этих вот, сколько там, 24 иглах, больше ни на чем, меняю плечо. Куда ты его меняешь? У меня сейчас плечо 2-хантомное, я меняю 2-хантомное. Ты там находишься далеко за предметом. Потому что ты поставила... Я поменяла плечо, убираю частичное вязание, все. Ставлю плотность. Плотность обязательно указываю себе плотность. Я вяжу на десятке. Всю вот эту вот деталь, которую мы будем сейчас исполнять, десятка. Итак, что я сделаю? Я 16 петель, вот они, плюс 4, плюс 4, вот они. И теперь я спокойно провязываю 24 ряда. Ну, 24 ряда мы будем провязывать неспокойно, а полосочками. Нервно. У меня нервно, да, очень нервно, да, я не позвонючила. То есть, часть у меня будет красненькая, часть зелененькая, потому что полосочки. Потому что переломать скоро. Да. Поэтому полосочки. Итак, счетчик обязательно обнулите, потому что рассчитывать, держать в уме не стоит. То, что в уме держать не надо. И аккуратненько провязываю. Учитывая, что у меня висит там ребенка, оттяжки можно и не навешивать остальные. Раз, два. Раз, два. И беру второй цвет, он у меня такой, видите, яркий, красивый. По два ряда. Я, как-то, у меня это под два ряда хотела. Ну, больше-то не надо, будет иначе не видно. Да, по два ряда. Продолжение следует... Ну вот опять Наталья применяет прием смены нити без ведения Ну не очень это нравится, потому что пока вы будете менять эту нить Мне не нравится, когда у меня так получается, что моя пряжа не на полу находится, где она по идее должна находиться, а на столе Если у меня несколько таких матушек находится рядом в одной коробке, при работе разматывающийся нить цепляется за соседние и они все путаются Я их всего не люблю, поэтому, поскольку я привыкла к ручной машинке, к машинке с ручной кархаткой, это не вам Мне очень легко и просто адаптировать машину с нитьеводом в такой же процесс работы Ну пока Наталья вяжет, я расскажу о том, что два раза в месяц мы вяжем по хэштегу одежки для ножки вот такие веселенькие насосы Мы навязали уже 8 вариантов И посмотрите, они все разные Выбирайте тот, который вам нравится Все эти мастер-классы находятся в открытом доступе И вы можете их связать и повторить для себя Все это видео, оно капитально на ваших глазах рождается Так, а мы с вами находимся вот в этой точке Моя задача провязать, видите, от точки, которую мы набрали по 4 петли до самой узкой части, 32 ряда У меня 24, а сейчас я буду делать частичное вязание по 2 петли до 32 рядов В очереди частичное вязание включить Можно грузик куда-нибудь поближе положить, чтобы его отцепить, когда порадуется И убираю по 2 иглы А вот этот прием, то, что ты делаешь, как-то под иголку подливаешь Это абсолютно нетрадиционный прием, провязанный частичное вязание Это классика То есть здесь я не делаю ничего того, что не является общепринятым Здесь я буду как можно будет 29 и 30 31 И 32 У меня убирается как раз треть Классический прием Классический прием Убираем одну треть То есть одну треть стоит в середине Две трети мы убираем Все, 32 ряда мы провязали Мы с вами вот тут В самой узкой точке И сейчас моя задача сделать то же самое в обратном порядке И провязать уже 76 рядов в общем Когда вы, друзья, 66 Не 16 написано Это 7 Это 7 У меня лоярный почерк Во мне, видимо, пропал великий врач Потому что почерк позволяет Итак, все точки, в которых мы сейчас находимся Делаем расширение точно так же классическим вариантом Вводим все обратно Провязываем 68 рядов И делаем небольшое заужение по верхней части Для того, чтобы улучшить посадку Чтобы проверить Пропал великий врач или не пропал Вопрос А тебе нравится препарировать лягушек? Жизнь не делала Значит, что? Значит, ты не знаешь Значит, ты не пропал Значит, ты не пропал Нет, я никого не могу препарировать У меня даже комароны мешают Пока они не кусаются Так, щетчик обнулить И в обратном порядке вставим в среднюю работу Знаешь, я хочу сказать, что хорошо, что в школе сейчас нет препарирования лягушек Потому что раньше было Да, там эти 60-е годы Они все изучали Действие электричных импульсов на мышцы Вот Не знаю, у кого россия Но у них нет вопрос точно То есть Люди были Ну, они же относились к чужой боли К чужой боли То есть им было не жалко этого Не знаю, насколько это хорошо То есть не к своей боли привыкали А причинять, да, другим боль И спокойно относиться к тому, что ты видишь этому субъекту больно Плохо Так, а мне еще нужно привязать 60-е годы в прямом палате Так, 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 подождите Я вас обману 76 Не-не-не Как только я довяжу до 32-х, я вот здесь вот мне написала самое главное Чего-то не хватает Чего-то не хватает Вот здесь вот Когда я довяжу до Е Уменьшу, где я вообще не хожу К 32 ряда Когда я вот дойду до этой же точки симметричной О, вот правильно Я вот здесь вот уберу Минус 4 петли и минус 4 петли Да-да-да Вот я просто, да-да Вот потому что здесь плюс 4 была ступенька Здесь она пойдет на минус То есть вот эти детали должны быть абсолютно симметричные При сложении Вот здесь вот Да-да Видите, всё надо сделать Вовремя Они бегом У нас как это происходит Но в любом случае мне еще вяжет Потому что я не ошибаюсь Мне надо трясти двух рядов Еще, еще вяжет Овяжем Вяжем 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 Так, и убираем 4 петли, 1, 2, 3, 4, убрать, убираем простым закрыванием, не выведением из чего-нибудь там не побешено, закрываем. Если вы хотите супер подарочные, супер душевные, то вы вяжете открытыми петлями, потом зашиваете руками. У меня задача схемку показать, а не классический такой вариант урока по дизайне носка в платном варианте. Таня Булахович присоединилась, Татьяна Успенская, Инна, Эльмира, Ольга Набуких. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый день, девочки. Да, мы рады, чтобы наше время присоединиться и посмотреть на наш очередной эксперимент. Так, у меня, поскольку у тормоза мало петель, а оттяжек много, я убираю все лишние грузы, которые у меня где-то болтаются, потому что оттяжка полотна очень серьезная получается, и она может перетягивать. У меня это все уже не нужно. Недостаточно того, что полотно тяжелое и осталось там у ребенка. Так, 33 ряда и до 68 продолжаем делать уже без ограничений. Убавки мы будем делать как? Мы можем делать это частичное вязание, можем делать закрываем. Поэтому частично будет лучше. И задача до 76 ряда. Сначала я не возьму. Я даже не буду разбивать. Два. Два. Семь, два. Семь, три. Семь, четыре. Семь, пять. Семь, пять. Семь, пять. Все. А закрывать? И закончить. Угу. А странно закрывать. У тебя же не посередине. А мы ее сейчас провяжем, а мы уже только в середине. И закроем. Хитро. Какая разница. На самом деле это все уходит внутрь и вообще ничего не будет. Это не критичное место. Такое, на которое надо сильно... Я бы сказала, что не стандартный прием, то что ты сейчас делаешь. Лучше ряда сделала на стандартные приемы. У нас сплошные не стандартные приемы. Задача была сделать закругление. На самом деле можно было... Можно и не делать. Можно вообще не делать. Но все-таки лучше, чтобы носочки были более-менее анатомические. Именно поэтому мы сделали мысок. И сейчас мы с вами делаем пяточку. И пяточка у нас получается такая более-менее кругленькая, чтобы уголки не торчали и не вызывали отвращения. Потому что мысок классический, анатомический. Приятного, как чаще. Да, так как будет уголки некрасиво. Я думаю, что мы все срезали. Да. Очень быстрый носок на самом деле. Сейчас мы разворачиваем. Я ничего не беру, как обычно. Не забывайте ставить лайки, дизлайки, писать комментарии, подписываться на наш канал. Потому что на нашем канале регулярно появляются новые видео с необычными нестандартными изделиями, с нестандартными приемами, которые мы делимся исходя из своего многолетнего опыта. А у нас тем временем вот она наша резинка кривенькая. Вот наши все детали с полосочками. Уголок один, уголок второй. Закругление по краешку. Все на месте. Поэтому сейчас мы что делаем? Зашиваем. Зашивать начинаем с этой части, где у нас заканчиваются полоски. Знаешь, самый приятный момент. Это вот, когда лежит что-то, вопрос, похоже ли это на носок или не похоже. Вообще не похоже. Когда мы не видим классической пятки, вообще она ни на что не похожа. То есть какая-то медуза. И потом это изделие вдруг превращается в волшебство. Получает огромное удовольствие. Особенно вот эту носку, которая мне больше всех нравится. Это вообще была лапша какая-то нарезанная. Получается носочек превращает. Так, а у нас... Так, а у нас... Весна даже. Там, где было частичное вязание. Носочку. Вот. И до того места, где мы убирали 4 петли. Соединяем их вот с этим местом, где у нас уголок. У меня вопрос обложения. Я делала всё по расчёту. Сознание не понравилось. Мы вам покажем, что получилось. Сознание это не понравилось. Мне это очень понравилось. Мне кажется, что можно было сделать в другом. Можно было сделать в другом. Потому что я считаю, что это очень правильный вариант. И главное, что это не правильно. Я не спою. Я на самом деле прибежала за 2 минуты до эфира. Глянула... Сказала, это неправильно. Надо переделать. Вот. И всё. Я такая, да. Вот такая. Переделать. Да. Переломать. Это у нас. Да, да. Так вот, вот этот уголок, который мы наслезали, когда убежали петли, чётко прикладываем к уголку с резинкой. И подкалываем. И получается, что они 32, вот они как бы сложились. Да. Они чётко сложились. Просто вязание, оно позволяет нам взглядать чего угодно, куда угодно. Задача не уехать далеко от этого. Чего угодно. Вот. Складываем точно с уголком. И... Как вы понимаете, вязать на глаз такой носок нельзя. Он должен быть чётко просчитан. Он не просчитан. Потому что это вот, в отличие от вязания спицами, не сменишь, не приложишь, не померишь. А тем более, когда вот такие конструкции разрезные, то тем более, вообще, когда будет вообще непонятно, а что он подберётся. Поэтому он должен быть чётко просчитан. И поэтому схему мы вам даём для того, чтобы вы не путаясь. А дальше вы по длине просто уже увеличиваете стопу. Либо увеличиваете, либо не увеличиваете. Но размеры вы уже понимаете. Откуда это берётся. Откуда 32. Ну, главное, схема носка. И дальше, действительно, кто хоть немножко разбирается в вязании, он понимает. Кто в вязании вообще не разбирается. Тому, сколько не рассказывает, он всё равно не поймёт. Нужно учиться. Девочки, наш любимый Анна, Татьяна, супер. Как здорово, что вы находите время пойти и посмотреть на носки. Нет. Ну, понимаешь, вот кто научит креативу? Только те, у кого креатива девать некуда. Вот мы делимся то, чем богатые. Понимаете, вот кто делится с ветерами кофтами, которые вяжут на заказ. Ну, не вяжем мы на заказы. Вы понимаете, это нельзя даже в упрёк ставить. Ну, не интересно нам. Мы занимаемся тем, что нам интересно и делимся. Потому что вы, может, и хотели бы креатива ввести в свои изделия. Но никто этому не учит. Вот учит креативу вообще. Вот креатив в дизайне интерьеров. Креатив в дизайне, что там, в саду. Марина пишет, впервые попала на онлайн-трансляцию. Очень приятно. Спасибо за уроки и опыт. Наталья пишет, вы крутые и молодцы. Спасибо. Татьяна, позвоню-ка. Информация получена в вашей школе. Бесценно. Спасибо. Ну, Татьяна, мы очень благодарны вам за то, что вы учитесь у нас. И действительно, к нам приходят люди из других стран, из Украины, где нет такая лёгкая ситуация и находят в себе возможность оплачивать, потому что стоимость обучения 3000 рублей за курс многим кажется достаточно высокой. Тем не менее, находят эти деньги, потому что понимают, что они смогут их окупить, оправдать. И очень быстро эти деньги, как бы инвестиции в свои знания приносят к тому, что человек начинает их отрабатывать. Я понимаю, что в Украине не так легко найти работу. Если вы сможете вязать на заказ, то вы эти деньги отобьёте очень быстро. Обнаешься, потому что действительно вяжут на заказ и высылают по всему миру, ну и опять же, родственники. Даже если денег нет, родственники одеты. Это уже большое подспорье для семьи. Вот такие вот необычные получились носки. За счёт того, что мы делали закругление по пятке, абсолютно не понравилось всё пошло. Вот наш классический носок, который применяют во всех классиках. Вот эта ступенька, которая Светлане так не понравилась, которая так понравилась мне. Не спорю. Смотрится оригинально, но в следующий раз попробую сделать по-другому. Мне очень нравится идеальная пятка. Просто идеальная. Анатомическая пятка. Никогда такой не было. Гладкой пятки. Посмотри. Подушевая идеальная, красивая. Идеальная, красивая пятка. Прямо по ступне, по ступне. Нюанс в швах. Они у меня всё-таки внутренние. Если делают наружные, как мы делали уже. Вот конкретно этот шов тоже будет очень красивый. То есть вводите третий цвет, выводите шов наружу. Не мьёт, не трёт, не жмёт и вообще идеально сидит. То есть крепко, плотно сидит на ноге за счёт резинки. Знаешь, мне что напоминает? Шлёпанцы. Видишь? Как будто шлёпанцы. Да, шлёпка, точно. Тапочек. Нога в тапочке. Да. Ну, оригинальная идея. Девочки, оригинальная идея. И за счёт этой ступеньки, видите, мы шлёпку вводим на подошву. А так она бы шла у нас вот здесь. То есть у нас подошва вывелась бы наверх. Нам бы пришлось делать убавки по ступне, потому что ступня узкая. С одной стороны, видите, она узкая, с другой стороны она широкая. И вот эту широкую ступню надо было убрать. Таким образом мы её убрали. Можно убрать другую. Какое всё гладенькое, красиво. Ну вот, покажи прототип, из чего мы вязали. Как бы что у нас было? Что у нас было? Что у нас было? Что у нас было? Прототипы на это. Ну, скажи, сейчас я обглубки убираю. Каждый раз, каждый раз, когда мы с Натальей можем, что будем вязать. Я ей говорю. Ну, давай, что мы возьмём из старого. Прототипом был носочек номер пять. То есть найдите отличие. То есть ничего общего. Но однако же, взяв, повертев этот носок, пришёл в голову другой носок. Что здесь общего? Общие здесь вот эти два. Общая резинка, общий мысик выходящий из резинки. Мы хотели сделать эту планку. Планку у нас общая опять резинка. Мы просто убрали. Да, общее. Вот это количество расчёта поступления один. Расчёт по количеству мыска один. Расчёт по резинке один. То есть расчёт один в один. Единственное, что добавили носок. Убрали вот эту резинку в общую резинку. И у него не получилось. Всё, получилась вообще другая конструкция. Маленькая. Сравните. Видите ли вы что-то общее, да? Найди 150 отличий. Вот 150 отличий есть. Найди что-то общее, вы практически не найти. Вязаные по одной схеме. Схема практически одного. Да.